Начнем наше метод занятие очередное. Прибыла Даша Лопотецкая, выиграла хороший турнир, но как раз сейчас и нужно смотреть, что она из себя представляет после турнира. Почему? Потому что идти же надо дальше вперед, в каком состоянии мы находимся сегодня и что нужно сделать для того, чтобы дальше твоя ходьба была и быстрее, и увереннее. Да? Вот ты не так шла, а ты шла весомо, чтобы те, кто смотрят на тебя, говорили, да, хорошая походка. А если ты будешь семенить, ничего не выйдет, сказать, да, цены тебе, окей? Так, морально-волевые, как ты выразилась, у тебя высший класс. А вот с техникой надо смотреть ежедневно. Вот сегодня мы этим будем заниматься. Итак, пожалуйста, кто? Кто? Высеркнили. Да нет, нет, нет. О! А? Атаманов есть. Давайте пройдем атаманов. Ну, порой, мы с ней, да. Атаманов, ты, мячи, тебе уже двух дают. Одного тебе мало, дают двух. Ну, посмотрим, чем это закончится. Кого ты не купьешь. Можно никого отзывать? Можно, если ты не кровожадная муста. Ну, в принципе, ты должна быть убийцей. Вот тот характер ни в полном смысле. Ни пистолета, ни нажатия никто не даст. Тем более гранатомет. А вот переступить через себя, тогда, когда это невозможно сделать, а быть убийцей же невозможно по человеку. Спортсмен, который хочет достичь самого верха, вот того олимпа, на который ты стремишься, должен переступить через себя. И сделать то, что другой среди остальных, всех тех, кто с тобой играет, не сделает. А ты должна сделать. Итак, ждем. Давайте, ребята, мы меньше приспедим. Проклад на взале до веры. Поехали. Поехали. Ребята, мы больше не можем быстрее ехать в раз, в раз, в раз, в раз. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, справа Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты его поймала, а уже высокий мяч нужно еще больше узнать, чтобы он попал в площадку. Еще высокий. Пошла. А ну подбросьте один раз высокий мяч под линию. Я просто когда высокий, я бью то с высокой точки и с прыжком. Можно с прыжком, но это так, для конка. Это и без прыжка. О, хорошо. Это для того, чтобы она почувствовала, работает здесь или нет. Вот она. Отлично. Еще вправо. Опять. Стоп. Ошибка. Почему? Сказать хорошо, а мяч куда-то туда улетел. Не доработано вот этим именно. Вот это дорабатывается. И здесь включаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открою секрет, может быть, для тех, кто сидит. Мы с ней говорим иногда не научными, не терминами теннисными чистыми, деревенскими, скажем так. Но это очень важно. Я говорил о том, что вот когда она бьет справа, это справа в основном только, потому что двуручный удар слева, это иногда не позволит это сделать. Вот она должна быть, повторяю, я мутрирую, показываю это. Она должна будет при ударе по мячу сделать вот такое движение. Казалось бы, что это такое? Туда так, а туда вот так. Казалось бы, это же нельзя, это не технично, это непонятно. Да, она это движение не делает. Так же, как и при подаче. Я говорю, чтобы она ударила себе сюда. Это она должна прочувствовать. Понятно, да? Прочувствовать это движение. Вот как бы, вот так, чтобы мяч попал в площадку. И это в основном делает кисть. Так, ты меня правильно же поняла? Давно уже мы говорим. Мы давно об этом говорим. И у ней это сейчас достаточно явственно проглядывается. Но это должно быть крово-плоть. То есть полностью к тебе. Чтобы ты этим ударом, тогда ты будешь, как тебе сказать, ты будешь чувствовать мяч. Куда ты хочешь, туда мяч и полетит. Обязательно. Еще вправо. Отлично. Поехали мило. Пропустила мяч, старайся впереди уже. 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 Отлично. Хорошо. Смотри, что сделала. Сделала. Вместо того, чтобы отсюда, обязательно встать. Любой низкий мяч нельзя садиться, как на горшок. И сидеть. За горшка ж стою. Аначе не останется. Давай. Э-э-э. Почему ошибка? Скажи сама. То, что... Спустила ракетку на волю волны. И все. Ты же не сработала концовку. Не сработала. Всегда. Держись. Нормально. Хорошо. Вот у Даши появляется то, что мы называем плотность удара. А плотность удара это предлежит его длина. А если мяч уже дальше хоккорта практически постоянно, это уже хорошо. Это уже, ну, скажем так, мы приближаемся к классу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно. Смотрите. И будем дальше справа и сева гурать немножко тактические комбинации. То есть комбинация упражнений. Ты должна показать, что ты делаешь с лета. Но самое главное, как ты выходишь. Не удары с лета, а как ты играешь, чтобы выехать с летом. Играешься. Какой мяч ты считаешь возможным? После какого вернее мяча ты считаешь возможным пойти в веру? Рисуя, конечно, как и с этого образом. И самое главное, в игре с лета, это удар где-то отсюда. То есть она ударила со сбока. Она не сможет добежать после удара со сбока к сету. Удар в районе фавкорта. Вот это самый сложный в теннисе вообще удар. Я имею в виду тактический. Поехали. 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 Смотри. Наблюдаем на задней косне. Вот, смотрите. Поехали. Это было просто так. А теперь просьба спариков. Когда найдет церкви, обвести ее. А теперь просьба. Я понял, с какого места я определяю, что ты играешь в церкви, тебя не убегает. Поехали. Поехали. Так. 1,8. Поехали. Я не знаю, что это работает. Так. Вот такой путь. И вот так, наступая игра, в принципе, взгляды круглого, в том числе выйдет с ледной дверь, а сейчас идти с ледной дверью, а сейчас в этот раз его боится. Оказаться противникам еще... Во-первых, ты пробила, извини меня, на рапу прошла в сетки, а во-вторых, то, что если ты решил идти на мяч, иди, вернее, в сетки, ты не решил на мяч. Ты отскок, мяч отлетел, опустился, после этого ты ударил. Если ты уже видишь, что мяч идет вот такой вот, как он сейчас тебе дал, ты должна в момент отрываться и идти на мяч, чтобы бить мяч по-восходящему и быть быстрее вперед. Еще... Здесь много нужно работать. Любой мяч более-менее короткий, то есть тот мяч, который не отскакивает вот здесь, а ты находишь. А тот, который отскакивает его, стоя его в руку, в этом плане, в этом точке, и он летит не очень быстро, ты обязан атаковать. Атаковать или же на сбоку на углу, или же тем ударом, который будет быть в сетке, и уже будет в этой самой сетке убить его удар. То есть любой мяч, ты должна при активной игре думать об атаке. Любой, который... Это был как раз мяч, который ты должна была не брать и идти к себе. Ты правильно сделала, сыграла. Правильный и ты сделала выбор. Пусть и подбила крючку, пошла вперед. Ну, может быть, 12 лет, 13 лет, и будешь выигрывать такими-то. Но дальше будет сложно. Смотрите, вот вам, пожалуйста, для тактических упражнений. Мяч летел короткий. Реакция должна вентально. Сработать было раньше. Раньше пойти на мяч и произвести удар. Она поздно пошла на мяч, и ковырнула его. Она не ударила по месту. Поехали. Поехали. Только играя справа. Там все было нормально. Сейчас ударяя мяч справа. Это, чтобы эти сетки не закончила и потянуть. Это ничего. Еще раз. Так хорошо. Молодец. Хорошая музыка. Еще раз. Так, сейчас ошибка в том, что это высотый мяч, ты не должна была атаковать, пробить его и выйти в сетки после такого мяча очень трудно. И такой был короткий. Так, пожалуйста, немножко не прислёта, а не смейте. Давай сделаем так. Играешь два-три ударов на таки отсюда. Все уже идёт. Не знаю. Два-три ударов. Да. Значит, свойство Даши, вернее, жажда Даши к этим укороченным с лёта ударам очень хороша, но она должна иметь какой-то предел. То есть всё время укорачивать с лёта нельзя. Будут снать и будут догонять и обводить. Значит, это только тогда, когда это неожиданно для противника. Исправила она. Ну, смеши и исправили хорошо. Получается подготовка к смешу. Сразу. Сразу. Работа. Работа. Хорошо. Подача. Подача всё начинается. Приступаем к первому движению. Подача всё начинается. При подаче очень важна координация движений. Очень важна. Вверху никто не мешает. И всё зависит только от координации движений. Нравится само движение. Потому что видно, что не была и у неё ошибка, когда она во себя подавала. Когда она вот так подавала. Теперь есть вот то, о чём я всё время говорю. И вы видите это. Смотрите. Вот, в момент удара идёт вот такая штука. Туловище. Ну, упасть она не может. Но туловище падает. Потому что всё то, что в ней есть, она должна пробить, включая не только кисть, не только ракетку, не только кисть, не только предплечье, не только плечо. Всё. И бедро, и всё. И, конечно же, оно идёт сюда. Да, она должна как-то засопориться, чтобы не упасть. Но всё туда идёт. И мягко. Отлично. Хорошее движение. Нормально. Отлично. Я не хотел бы мешать тебе делать такое движение подачи. Единственное, что меня смущает. Единственное, что меня смущает, и, может быть, тебя закрепощает. А там сама, смотри, опускание оловки ракет не сюда. Если бы, чтобы сюда, в сторону, или сюда, или как угодно. Можно вот так, можно вот так. Но не опускание, а потом поднимание. Вот, я тебе об этом говорил. Но смотри сама. Смотри сама, как тебе удобнее. Потому что координация движений сложная. Да, я бы хотел вот этого. То есть, оно упрощает твоё движение. А вместе с ним, ну скажем так, оно не смешает. А наоборот, чуть-чуть тебя концентрирует. Раз, и она в себя ушла. Мне не было вот этого. Вот не было этого. Согласна? А вот почувствовала сама? Самое главное, чтобы ты сама почувствовала. Вот, вот это другое дело. Там сетка, кстати, выше, чем надо. Отмечаю за свои слова. Проверьте, кто суп. Отлично. То есть, чтобы у тебя было это ощущение. Вот туда оно пошло. А не вот так. Вот так ты иногда делаешь. Вот туда. Вот таким всё пошло. Ещё немножко. Это мы первую подачу, кстати, подаём. Чуть ниже надо подбрасывать мяч. И по-другому чуть-чуть тогда пойдёт координация. Чуть ниже бить. И подбрасывать, естественно. Опа! Нормально. Мячи давайте. Смотрим подачу. С чего начинается Родина. С подачи тенниса. Матч. Ей. Нормально. Я просил судей померить сетку. Сетка, по-моему, выше. Тоже самое, что я говорил. Та же ошибка. Ещё раз повторяю. Себя. Не бойся упасть. Упадёшь – подымем. О, лучше. Не попало, но лучше движение. В момент удара, пожалуйста, сделай. Смотри. Сделай. Сделай. в себе. Сюда. В пол. Вот так. В пол. Отлично. Отлично. Всё. Будь здорова. Живи богато. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok